Уважаемые граждане, ваше мероприятие не согласовано. Привет, друзья! Прямо сейчас за моей спиной проходит встреча коммунистов с избирателями. Тема встречи за честные выборы и против снятия с предвыборной гонки Павла Грудинина. Изначально встреча проходила на Старой площади в администрации президента, но в какой-то момент туда полиция перестала пускать всех граждан, в том числе и представителей прессы. Я туда пройти не смогла. К счастью, на месте был наш оператор, он сказал, что несколько человек задержали. В итоге вся встреча сейчас приместилась в более укромное место, где никто не сможет помешать спокойному конструктивному общению представителей Компартии с депутатами. Ну а мы попробуем с кем-нибудь из них пообщаться. Мы действительно проводим периодически встречи с депутатами в разных значимых местах Москвы и у администрации президента тоже. И сегодня, в отличие от прочих разов, полиция действовала особенно напористо, нагло, и я считаю, это мое мнение, с явным превышением служебных полномочий. Ваши мероприятия не согласованы. Прочитайте. Вы все-таки первый зампрокурора Москвы. Уважаемые граждане, ваше мероприятие не согласованы. Прочитайте. Практически сразу были осуществлены все возможные препятствия. Часть людей отсекли. Вот видите, даже вас не пустили. Те, кто все-таки смог прорваться практически к входу для того, чтобы передать обращение в администрацию президента, всем им чинились препятствия, всячески пытались как-то отодвинуть. Потом, когда начали высказываться депутаты, постоянно вещал громкоговоритель, каждый раз забивали, пытались сделать так, чтобы звук просто не доходил до участников встречи. И в какой-то момент, видимо, проступила команда от руководства и начались задержания. Действительно, несколько человек, к сожалению, были задержаны. Людей задерживали очень грубо. Женщин задерживали. Без разборов всех подряд. Задерживали тех, кто просто вел трансляцию. Акция незаконна. Акция незаконна. Там акции не было. Была встреча депутатов и кандидатов. А сколько задержали по предварительному оценку? На мой взгляд, человек 15-20, не меньше. Из Левого фронта, из КПРФ и просто тех, кто снимал на видео. Ну, я увидела, человек 12-15 уже задержали, при этом невзирая на возраст. Первым взяли 75-летнего, так вот, пожилого человека, дети войны, который пришел на встречу с нами. А когда взяли двух женщин, одна из которых расплакалась, невзирая на это, ее потащили. Конечно, это, конечно, беспредел. Вообще, это за гранью человеческого разума. Мы пришли, чтобы высказать протест против снятия с выборов Павла Николаевича Грудини. В прошлую субботу, 24 июля, Всероссийский женский союз «Надежда России» обратился к председателю Центральной избирательной комиссии Эли Памфиловой с требованием уйти в отставку добровольно и распустить большинство Центральной избирательной комиссии, кроме Евгения Ивановича Калюшина, который делегирован туда от Компартии Российской Федерации. Вы подумаете, это приведет к снижению явки? Это приведет к увеличению явки, если вы нам поможете. Понимаете, сегодня другого рупора у нас у коммунистов нет. У нас нет других источников информирования, кроме тех, кто приходит на встречи с нами. Я думаю, что власть, она сама, может быть, не вполне даже отдает себе отчет, то, что она творит. Потому что, с одной стороны, у них явная есть задача, знаете, все зажать, так сказать, никого не пущать и провести выборы по максимально инерционному сценарию. Но, с другой стороны, они сами же своими руками раздувают скандал, когда задерживают людей, когда не допускают до выборов ярких лидеров, когда организуют, фабрикуют какие-то дела, подтасовки, обвинения ложные. И все это лишь работает на то, чтобы народ стал больше интересоваться выборами, чтобы у народа разгоралось чувство жгучей несправедливости за то, что происходит, чтобы народ активнее участвовал. Поэтому, я думаю, что власть, преследуя одну цель, добьется совершенно противоположную. Особенно, если будет вот так по каждому поводу использовать силовиков, дубинки, задержания, автозеки. — Ряд политологов и блогеров, в том числе Максим Шевченко, считают, что снятие Грудинина — это хитрый, продуманный план. А вот что вы думаете по поводу этой версии? — Слушайте, ну, при желании конспирологию можно найти, извините, в том, как повешена и бумага в туалете. Понимаете, поэтому здесь вопрос только в том, что либо вы боретесь реально с этой системой, и тогда, извините, она бьет вас по башке, либо вы поддакиваете этой системе и против тех, кто борется, придумываете всякие небылицы. Поэтому, ну, каждый выбирает свой путь сам. — Мне вообще глубоко безразлично, что говорит Максим Шевченко. Этот человек давно потерял уважение в моих глазах, вот примерно с тех пор, как он пошел спойлерить, и занимается только тем, что поливает нехорошие слова, говорит о партии КПРФ, и в частности обо мне. Он, кстати, не скрывает, что он мне просто мстит за то, что мой муж Сергей Удальцов назвал его человеком с низкой социальной ответственностью или политиком с низкой социальной ответственностью. Он на это оскорбился, и он признает, в принципе, что это просто месть Сергею через меня. Но это низко, это не по-мужски отыгрываться на жене, тем более такого человека, как Сергей, который отсидел, который до сих пор находится под давлением, ему продлевают надзор. Я что-то не наблюдаю, чтобы партия РПСС подвергалась таким преследованием, в частности Максиму. Поэтому Максиму должно, ну я бы ему сказала, Максим, ну постыдись ты уже наконец, ну мы с тобой сколько лет знакомы. Ну стыдно так, Максим. А что касается моего задержания, да, я хочу отметить тот факт, что на прошлой неделе я еще не была зарегистрированным кандидатом, и у нас проходили встречи намного мощнее больше, по 150, по 200 человек. Вот, и на эти встречи тоже приезжало очень большое количество сотрудников окружной полиции. Но все проходило спокойно, никого не трогали. И вот особый цинизм заключается в том, что именно в понедельник меня регистрируют, и именно во вторник, там где тоже, в общем-то, ничего не предвещало. Но я хочу бы отметить, что сотрудники полиции знали, что будет задержание. Я видела, им было стыдно это делать, им было реально стыдно. И я хотела бы, чтобы также стыдно было тем, кто отдает им такие приказы. Я очень надеюсь, что тех, кто заставляет наших сотрудников полиции преследовать оппозиционных зарегистрированных кандидатов, что их выявят и накажут. Только не тех парней, которые выполняли приказ, а тех, которые их на эти приказы сподвиг, и кто их заставил делать антизаконные вещи. Ну а подробнее с Анастасией Удальцовой мы поговорим в рамках нашей передачи «Открытой студии». В понедельник следите за эфирами свободной прессы.